Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Меня зовут Анатолий Заболотный, я архитектор решений компании Клик. Этим видео мы хотели бы начать серию видеоматериалов, посвященные обзору архитектурных и интеграционных возможностей нашей платформы Кликсенс. В рамках данного вебкаста мы с вами рассмотрим, как легко и просто можно создать аналитическое приложение с использованием нашей платформы. А также в рамках этого видео мы с вами рассмотрим следующие моменты. Верхнеуровневую архитектуру платформы, а также интеграционные возможности нашей системы. В части интеграции со сторонними веб-решениями, расширение возможностей встроенной визуализации, интеграция с существующими системами безопасности, а также некоторые серверные API. Итак, приступим. Для начала работ по созданию аналитического приложения мы с вами запускаем Кликсенс Десктоп. Хотелось бы сразу отметить, что данное приложение не является десктопным в привычном смысле этого слова, так как в Кликсенсе используются веб-технологии, то Кликсенс Десктоп по сути является локальной эмуляцией сервера, запущенного в Chromium браузере. Для начала работы необходимо создать новое приложение путем нажатия соответствующей кнопки. Вводим название нового приложения и нажимаем Создать. Открываем созданное приложение. Система предлагает приступить к добавлению новых источников данных в аналитическое приложение. По умолчанию есть два способа. Первый, когда структура исходных данных нам известна, понятно, мы знаем, как источники связаны между собой. И второй вариант – это интеллектуальный загрузчик данных. Рассмотрим каждый из вариантов по отдельности. Итак, представим, что у нас есть часть информации, структура которой нам понятна, и часть информации, структура которой нам не до конца ясна. Начнем с первого варианта. Платформа Кликсенс обладает встроенным ETL-средством, которое позволяет вам из коробки подключаться к неограниченному количеству разнородных источников данных. Для создания подключений мы нажимаем соответствующую кнопку и создаем новое подключение к источнику. В качестве источника данных может выступать любой табличный файл, будь то Excel, XML, TXT, CSV и так далее. Это могут быть любые базы данных, к которым можно подключиться по OLEDB либо ADBC-коннекторам. В качестве источника могут выступать веб-страницы, например, вам необходимо подключить курсы валют с сайта РБК, либо любую другую информацию. Вы также можете использовать специализированные коннекторы, которые используют нативные адаптеры для подключения к некоторым источникам данных, будь то Teradata, Oracle и так далее. Существуют также специализированные сертифицированные коннекторы к определенным производственным системам, таким как SAP, Salesforce и так далее. В любой момент вы можете получить подробную информацию о доступных коннекторах к существующим источникам данных на нашем корпоративном сайте. Вернемся к нашему веб-касту. В качестве источников данных у нас будут выступать как плоские файлы, так и таблица базы данных MS-Square. Для создания подключения к плоским файлам в меню создания новых подключений выбираем пункт «Папка», в дереве навигации выбираем папку, где у нас хранятся наши плоские табличные файлы и пишем название нашего подключения. В правом меню у нас появляется соответствующее подключение. Для добавления данных из источников нажимаем кнопку «Выбор данных» и выбираем наши файлы, из которых мы будем грузить исходную информацию. В нашем с вами демо-примере у нас есть несколько исходных плоских файлов. Для загрузки данных мы выбираем нужный. Система делает нам некий предпросмотр исходных данных. Уже на этом этапе мы можем изменить название данных полей, привести их в удобно читаемый вид, выбрать те поля, которые мы планируем грузить и в случае, если нас все устраивает, нажать кнопочку «Вставить в скрипт». Система автоматически формирует скрипт загрузки данных из выбранных исходных файлов. Повторяем данную процедуру для всех необходимых файлов. В нашем с вами примере мы будем использовать дополнительный справочник координат. Координаты, как вы видите, загружаются в формате долгота и широта. Система ClickSense для отображения координат на карте, а также привязанной к координатам аналитической информации, использует KML-формат. Если загружаемые нами с вами координаты не соответствуют данному формату, то необходимо добавить соответствующую строчку, для того, чтобы система произвела перекодирование исходных координат в нужный формат. Строчка выглядит следующим образом. Как мы с вами помним, в качестве источников данных у нас еще будет выступать таблица базы данных MS SQL. Перейдем к созданию соответствующего подключения. Выбираем новое подключение. В качестве демо-примера у меня уже создано ODBC-подключение к соответствующему источнику. Выбираем соответствующий пункт. Выбираем наше созданное ODBC-подключение. Нажимаем кнопку «Создать». В дереве справа мы видим созданное новое подключение. Для добавления данных из данного источника процедура выглядит аналогичным образом. Выбираем пункт «Выбор данных». В появившемся окне выбираем базу данных, из которой мы планируем грузить. Выбираем владельца. Система нам автоматически отображает все таблицы в данной базе данных под данным владельцем. Выбираем нужную нам таблицу. При необходимости переименовываем поля, либо указываем, какие из этих полей мы с вами будем грузить, а какие не будем. Если опять-таки нас все устраивает, нажимаем кнопочку «Ставить скрипт». Система автоматически формирует строчку для подключения к выбранному источнику, а также скрипт загрузки из данной таблицы базы данных. Аналогичным образом происходит загрузка данных из любых других плоских файлов, любых других таблиц базы данных, либо веб-источников, либо производственных систем, данные из которых вы хотите использовать для последующего анализа. Мы с вами рассмотрели вариант, когда структура исходных данных нам ясна и понятна. Мы знаем, как данные таблицы будут в итоге связаны в единую ассоциативную модель. Но что делать, если структура источников данных нам не до конца понятна и ясна? В таком случае мы с вами переходим к второму варианту загрузки данных, а именно к интеллектуальному загрузчику. Для перехода к соответствующему инструменту выбираем пункт меню Data Manager в основном меню навигации. Для добавления источников, структуры и взаимосвязи которых нам не до конца ясны, нажимаем кнопку «Добавить данные», выбираем место расположения наших файлов. В данном случае это у нас будут плоские файлы. Выбираем непосредственно наши файлы. Я точно знаю, что вот этот файл, а также файл непосредственно с датами, у меня не до конца понятны в части структуры. Выбираю соответствующие файлы, нажимаю кнопку «Подготовку данных». Данные файлы появляются у меня в общем списке загруженных таблиц. И как мы видим, внизу у нас появилась соответствующая кнопка с индикатором о том, что у нас есть связи между данными таблицами, которые явным образом не определены, но они есть. Нажимаем соответствующую кнопку. Система нам отображает перечень всех возможных взаимосвязей между таблицами. В данном случае у нас две загруженные таблицы. Прямой взаимосвязи по уникальному наименованию полей между этими таблицами у нас нет. Однако система подсказывает нам, что поля OrderDateTime и OrderDate совпадают у нас на 100%. Поэтому она предлагает использовать данные поля в качестве ключа для взаимосвязи данных двух таблиц. Выбираем предложенную рекомендацию и выбираем, как у нас будет называться итоговое поле ключ. Мы можем выбрать одно из двух значений этих столбцов, либо написать свою собственную. Давайте использовать OrderDate. По завершению установки взаимосвязей между таблицами нажимаем кнопочку «Готово» и «Загрузить данные». Происходит загруз данных из источников в аналитическое приложение. После загрузки данных они автоматически связываются в единую ассоциативную модель на основании уникальных наименований полей ключей. После загрузки данных мы можем переходить к отрисовке визуального слоя. Для этого нажимаем соответствующую кнопку. Перед отрисовкой пользовательского интерфейса я бы настоятельно рекомендовал проверить то, как данные у нас загрузились и как они связались в ассоциативную модель. Для этого переходим в обзор модели. Выбираем соответствующий пункт меню. Система нам автоматически показывает ту модель, которая построилась на основании загруженных таблиц. Здесь мы можем осуществить предпросмотр загруженных данных, то в каком формате и в каком виде они у нас загрузились, а также посмотреть плотность связей по тем или иным ключам. Для этого выбираем соответствующий ключ. И здесь мы можем посмотреть, насколько данные в разных таблицах у нас совпадают. Таким образом вы уже на этом этапе можете оценить плотность совпадения данных, их чистоту, консистентность, а также насколько ваши таблицы взаимосвязаны между собой. Итак, вернемся к отрисовке визуального слоя нашего аналитического приложения. Для этого выбираем соответствующий пункт меню. Открываем наш созданный автоматический лист и переходим в режим редактирования. Слева мы видим панель навигации, состоящая из трех закладок. На первой закладке у нас представлены доступные варианты визуализации из коробки, которые мы можем использовать для аналитики по тем или иным разрезам. На второй закладке у нас представлены все таблицы и все поля этих таблиц, которые мы можем использовать для аналитики. И третья закладка у нас предназначена для введения и использования так называемых мастер-айтемов. К ним мы вернемся чуть позже. Итак, давайте начнем создание визуализации. Хотелось бы сразу заметить, что варианты используемых вами диаграмм, их цветовые характеристики, расположение, комбинации, архитектура самого приложения суббогубо индивидуальны под каждого из заказчиков, под те требования, которые он выдвигает, под ту задачу, которая должна быть решена с помощью того или иного отчета. Основные принципы построения аналитического приложения сводятся к тому, что обычно на первом листе у нас выводится верхний уровень KPI, призванный помочь топ-менеджменту в принятии тех или иных решений. А на последующих закладках уже выводится более детальная информация по тем или иным показателям. Итак, приступим. Начнем, пожалуй, с самого популярного объекта, который любит наш многоуважаемый топ-менеджмент. Это спидометр. В качестве показателя мы будем выводить сумму по продажам. Переходим на вторую закладочку, находим наши продажи, драгон-дробом перетаскиваем их в выбранный элемент визуализации. Система нам предлагает добавить их как вычислимые значения. Выбираем сумму в качестве агрегации. И система нам уже отрисовала некий элемент визуализации. Для более приятного восприятия данной диаграммы мы добавим определенные пороговые значения. Максимальное значение выставим на 10 миллионов. Будем использовать сегменты. Добавляем пороговые значения. В качестве первого такого значения предлагаю использовать половину от максимальной суммы. В качестве второго – две трети от максимальной суммы. Раскрашиваем данные сегменты в соответствии с принятым у заказчика методологией. И в итоге мы с вами получаем готовую диаграмму, которая у нас будет взаимодействовать автоматически со всеми остальными графиками, таблицами и фильтрующими элементами, которые мы с вами в дальнейшем добавим на наши визуальные слои. Как вы могли заметить, в качестве вычислимого значения мы использовали сумму по продажам. Так как мы с вами знаем, что данный показатель нам еще пригодится при отрисовке других диаграмм, графиков и таблиц, то мы, соответственно, можем создать данный мастер-айтем как вычислимое значение. Для этого переходим на третью закладочку, переходим в раздел «Вычислимые значения», нажимаем кнопку «Создать новый», переходим в режим редактирования, выбираем наши продажи, выбираем тип агрегации, в данном случае это «Сумма», и пишем название данного вычислимого значения, которое мы с вами будем использовать и которое будет выводиться на наших графиках и диаграммах. В данном случае это у нас «Продажи». Аналогичным образом создаем все другие мастер-измерения, которые нам с вами пригодятся при отрисовке пользовательского слоя. В данном случае, помимо «Продаж», нас интересует еще и скидка. Создаем соответствующее измерение. Аналогичным образом мы с вами создаем показатели, в разрезе которых мы с вами будем проводить ту или иную аналитику. В качестве разрезов предлагаю использовать заказчиков, сотрудников и наши продукты, то есть то, что мы с вами создаем. Как вы могли заметить, на основании поля Order Date, что у нас является непосредственно датой заказа, система автоматически нам сформировала некий календарь, то есть на основании одного поля у нас автоматически были сгенерены поля в соответствующую году, недели, кварталы, месяцу и так далее. Мы можем с вами их использовать для создания drill-down группы измерений, которые мы можем использовать, например, для вывода и анализа динамики по продажам. Давайте с вами это и сделаем. Создаем drill-down измерение. Будет начинаться оно у нас, соответственно, с года, потом у нас будет месяц и непосредственно дата. И назовем это все drill-down-data. Таким образом мы с вами создали основные измерения и вычислимые значения, которые мы с вами сейчас будем использовать при дальнейшей отрисовке графиков и диаграмм. Возвращаемся обратно на первую закладку. Раз уж мы заговорили о динамике, то предлагаю добавить соответствующий график на наш пользовательский слой. Перетаскиваем необходимый тип диаграммы. Для отрисовки динамики лучше всего подходит линейная диаграмма. Переходим уже на третью нашу закладочку, где мы с вами создали мастер-айтемы. Перетаскиваем drill-down из измерений. Как вы можете видеть, система не спросила у нас в качестве чего и с каким агрегатом мы это все хотим использовать. Из вычислимых значений мы перетащим с вами наши продажи. Таким образом система нам автоматически простроила график по динамике продаж. Вводим соответствующее название для диаграммы. И переходим к следующим объектам визуализации. Давайте теперь с вами рассмотрим распределение продаж по нашим заказчикам. Для этого предлагаю использовать отличный тип диаграммы от уже созданных, так называемый пирожок. Добавляем необходимый тип диаграммы на наш пользовательский слой. Переходим в раздел мастер-айтемов. В качестве измерения у нас будет заказчик. Опять-таки drag-and-drop перетаскиваем созданную нами диаграмму. В качестве вычислимого значения у нас опять-таки будут продажи. Как вы видите, система автоматически простроила нам нужный тип диаграммы. Вводим соответствующее название. Распределение продаж по заказчикам. И переходим к созданию следующего элемента визуализации. В качестве примера предлагаю использовать так называемый 3-мэп, который очень хорошо показывает распределение по тем или иным характеристикам в различных разрезах. В качестве разреза в данном случае у нас будут использоваться продукты. То есть мы с вами посмотрим распределение продаж уже по продуктам. Аналогичным образом перетаскиваем продукты в нашу диаграмму. В качестве вычислимого значения у нас опять-таки будут продажи. Как только мы перетащили вычислимые значения, система нам автоматически простроила данный график, где размер квадрата у нас отражает сумму продаж по тому или иному продукту. Для улучшения визуального восприятия данного графика предлагаю добавить дополнительные вычислимые значения для цвета, который у нас будет отражать количество проданного продукта. Для этого переходим в соответствующий раздел навигации, цвета. Делаем их не автоматическими, а по значению. И в качестве значения у нас опять-таки будет количество. И в качестве агрегации у нас будет сумма. Таким образом мы ввели дополнительное вычислимое значение для отрисовки цвета на данной диаграммы. И теперь у нас размер квадрата отвечает на вопрос, на какую сумму было продано того или иного продукта, а цвет данного квадрата отвечает на вопрос, какое количество данного продукта было продано. Таким образом, на одной диаграмме мы можем увидеть как сумму продаж по тому или иному продукту, так и его количество. Вводим соответствующее название для диаграммы и переходим к созданию следующего элемента визуализации. Так как мы с вами загрузили координаты, то было бы логично использовать карту в качестве элемента анализа. Перетаскиваем соответствующий объект на визуальный слой. В качестве измерения у нас будут опять-таки заказчики. Перетаскиваем их. И в качестве вычислимого значения у нас будут продажи. Система нам автоматически отрисовывает соответствующий тип графика, где размер кружочка у нас отвечает за сумму продаж по тому или иному заказчику. Вводим соответствующее название диаграммы. Географическое распределение продаж. Хотелось бы заметить, что в качестве подложки под данный тип диаграммы может быть использован любой картографический сервис, будь то Яндекс, Гугл и так далее. В данном случае по умолчанию используется OpenStreetMaps. Переходим к, наверное, последнему элементу визуализации на данном листе. В качестве этого объекта визуализации мы с вами будем использовать типовой барчарт и посмотрим с вами аналитику в разрезе сотрудников, какие же скидки наши сотрудники предоставляли заказчикам по тем или иным продуктам. Перетаскиваем соответствующее измерение сотрудники и вычислимые значения скидки на выбранный тип диаграммы. Система нам автоматически простраивает данный тип визуализации. Вводим соответствующее название. Распределение скидок по сотрудникам. В принципе, наш дашборд готов, но для упрощения аналитики мы с вами добавим несколько фильтрующих элементов. В качестве фильтрующих элементов у нас будут как заказчики, продукты, сотрудники и наша дата заказа. Выходим из режима редактирования. Вот так будет выглядеть наш дашборд, каким его будут видеть наши заказчики. Итак, мы с вами настроили подключение к разнородным источникам данных, загрузили эти данные в нашу ассоциативную модель, сформировали объекты визуализации и конечные пользователи могут переходить уже непосредственно к аналитике. В аналитической платформе ClickSense используется запатентованная методология трех цветов. Что она из себя представляет? Зеленым цветом система отображает те значения, которые выбрал пользователь. Сейчас мы выбрали с вами одного из заказчиков и, как мы можем видеть по остальным нашим фильтрам, система подкрасила их в белый и серый цвет. Соответственно, белым цветом система автоматически подсвечивает те объекты, которые ассоциативно связаны с нашим выбранным значением, серым, которые не связаны. Таким образом, выбрав заказчика, система нам уже автоматически подсказывает, какие продукты данному заказчику поставлялись, а также какими сотрудниками и в какие даты были осуществлены отгрузки данного продукта. Таким образом, пользователь, будучи еще не до конца уверенным в том, какой запрос или какой вопрос он хочет задать системе, может получить определенную картину о том, какие данные связаны с его выбором. В отличие от тех же OLAP-кубов, конечному пользователю всегда предоставляется полная картина и полный набор данных, загруженных в аналитическое приложение. То есть, в отличие от других аналитических систем, Кликсенс не подрезает выборку, а всегда предоставляет пользователю полную картину для анализа. Еще одной запатентованной технологией платформы является то, что все данные находятся в оперативной памяти и, соответственно, любой запрос, любая фильтрация применяется автоматически на лету ко всем объектам визуализации на нашем листе. Соответственно, если мы выберем с вами определенные продукты, то наша выборка применится автоматически ко всем графикам и элементам, которые мы с вами здесь видим. Применение запроса возможно как с помощью фильтрующих элементов, так и с помощью диаграмм. Таким образом, мы можем применять фильтры даже с помощью нашего картографического сервиса. Выбираем область или регион, продажи, по которым нас интересуют. Применяем нашу выборку и наша выборка автоматически применяется ко всем графикам, элементам и диаграммам. После того, как мы с вами разработали приложение, мы его с вами размещаем на сервере. Кликсенс представляет собой клиент-серверную архитектуру, где вся разработка производится на сервере. Там же на сервере подключаются существующие каталоги пользователей, будь то Active Directory, лдапы, таблицы базы данных и так далее. На основании подключенных каталогов происходит разграничение прав доступа, причем разграничение возможно в двух вариантах. Первый вариант это разграничение прав доступа на уровне приложений, то есть определяется, каким пользователем либо группам лиц будет доступен то или иной аналитический отчет. И второй вариант распределения прав доступа это распределение на уровне данных в самом приложении. К примеру, у вас есть одно приложение, которое содержит данные по крупному холдингу, но вы хотите сделать так, что каждый пользователь, открывая данное приложение, видел бы только свой набор данных. Рядовые сотрудники могли видеть данные только по себе, начальники департаментов по всем сотрудникам входящей департамента, а топ-менеджмент, к примеру, видел бы данные по всему холдингу. С помощью специальной технологии данное разграничение прав доступа может быть организовано. Таким образом, у вас будет одно приложение, одна точка входа для внесения изменений, редактирования, но каждый из пользователей, открывая это приложение на сервере, будет видеть только свой набор данных. Размещенное приложение на сервере автоматически становится доступным с любого устройства, будь то персональный компьютер, планшет, либо мобильный телефон. При этом система автоматически определяет разрешение устройства, с которого был осуществлен доступ к тому или иному приложению и перестраивает размеры графиков, их расположение, аннотацию в соответствии с выбранным разрешением. К примеру, если мы уменьшим размер экрана до размера планшета, то, как мы видим, система автоматически перестраивает наши объекты в соответствии с выбранным разрешением. Если мы пойдем дальше и уменьшим размер экрана до размера смартфона, то система мало того, что изменит размер и расположение наших графиков и диаграмм, она еще и изменит непосредственно меню и панель навигации, для того, чтобы пользователям было удобнее манипулировать применением фильтров, выборок и так далее с помощью большого пальца одной руки. Помимо разграничения прав доступа на стороне сервера Кликсенс настраивается инкрементальное обновление данных. При этом, вне зависимости от того, какое количество источников у вас используется, вы можете всегда гибко настроить это расписание. К примеру, мы знаем, что таблицы в базе данных обновляются раз в час, а экселевские файлики раз в сутки. В соответствии с полученной информацией мы можем настроить расписание соответствующим образом, чтобы пользователи по сути всегда работали с актуальной информацией. После того, как приложение у нас разработано, разграничение прав доступа настроено, инкременты грузятся, мы хотели бы встроить данное приложение в наш веб-портал или любое другое веб-решение для того, чтобы предоставить нашим конечным пользователям доступ к аналитике в привычном для них виде. Таким образом, мы плавно подошли к обзору интеграционных возможностей платформы Кликсенс. Для этого, мы с вами запускаем любой браузер и открываем страничку встроенного портала разработчика. Пал разработчика доступен по следующему адресу. Хотелось бы заметить, что данный инструмент идет из коробки, поэтому никакого дополнительного скачивания либо установки не требуется. Слева в меню навигации мы видим с вами четыре сущности, которые отвечают у нас за интеграционные возможности нашей платформы. Сингл-конфигуратор MeshUp Editor предназначены для встраивания разработанных отчетов либо отдельных элементов визуализации во внешние веб-порталы или веб-решения. Extension Editor предназначен для расширения встроенных элементов визуализации. Engine API Explorer предназначен непосредственно для работы с API-движка платформы ClickSense. Начнем, пожалуй, с Extension Editor. В случае, если вдруг вам недостаточно встроенных элементов визуализации, вы всегда можете расширить их за счет разработки собственных элементов визуализации. В качестве основы зачастую берутся объекты из общедоступных библиотек, таких как гугловые G3 и подобных. Беря за основу данный объект и произведя над ним небольшие манипуляции посредством JavaScript программирования, на выходе вы получаете полностью интегрируемую в вашу модель объект визуализации. Перейдем к возможностям встраивания разработанных нами с вами аналитических отчетов во внешние веб-решения. Самый простой вариант это встраивание отчетов культуратор. В дереве меню слева выбираем наше с вами разработанное приложение. Оно у нас называется Webcast. После выбора приложения система автоматически формирует перечень всех доступных листов и объектов, которые мы с вами разработали. Дальше мы выбираем тот объект, который мы хотим строить. К примеру, мы хотим строить весь лист целиком. Выбираем соответственно его. Система генерирует нам HTML-страничку. Делаем ее интерактивной и система формирует нам автоматически гиперссылку, которую мы можем скопировать и вставить в наше внешнее веб-решение. Таким образом данный лист будет автоматически встроен в iFrame во внешний портал либо любой другой сторонний веб-ресурс. В случае же, если нам нужна более сложная интеграция и встраивание в существующую инфраструктуру, использование корпоративных стилей, цветов и так далее, то мы переходим в MeshUp Editor, в котором встраивание разработанных объектов визуализации происходит не через iFrame, а через диф-объекты. Создаем новый проект, вводим название, выбираем один из предустановленных шаблонов, нажимаем создать. Система автоматически формирует нам проект, который состоит из нескольких файлов. Это некая писательная часть Clicksense, это стандартная HTML-страничка, в качестве которой вы можете использовать стандартную страничку заказчика, ява-скриптовская часть с описанием подключения к серверу Clicksense, а также с описанием любых других ява-скриптов, которые используются у вас на странице, файл со стилями и картинки, которые у вас используются. Дальше принцип работы аналогичен тому, который мы видели с вами в сингл-конфигураторе. Выбираем наше с вами приложение. Система опять-таки автоматически генерирует нам перечень объектов, только теперь вместо листа мы с вами будем перетаскивать отдельные объекты в те области, которые в HTML-файлике у нас обозначены div-ами. Соответственно, сколько div-ов у вас есть в HTML-файлике, столько областей, в которой вы сможете перетащить объекты, у вас будет по итогу в проекте. Повторяем данную процедуру для всех необходимых объектов. Система генерирует нам автоматически HTML-ю страничку, которую мы сможем с вами посмотреть. При этом все принципы работы остаются абсолютно идентичны тем, что мы видели в ClickSense Desktop. То есть, все выборки и применение фильтров осуществляются на лету и влияют на все графики и диаграммы, которые у нас с вами здесь присутствуют. Итак, возвращаемся обратно в наш портал разработчика. Мы с вами рассмотрели два варианта встраивания разработанных аналитических отчетов, а также объектов этих аналитических отчетов во внешний веб-ресурс. После того, как мы произвели это встраивание, настраивается интеграция SSO существующей системой аутентификации, благодаря чему пользователь единожды логиниясь во внешний веб-ресурс, автоматически получает доступ к объектам визуализации ClickSense в соответствии с настроенным ролями и правами доступа на стороне сервера ClickSense. Интеграция по SSO возможна несколькими путями, будь то тикеты, хедеры, семл, а также любые другие варианты. Остался последний пункт, который мы с вами не рассмотрели, это Engine API Explorer. Он позволяет вам обращаться к низкоуровневым API ядра ClickSense для вызова API и получения необходимой вам информации. Пример работы, когда мы выбираем наше с вами API, допустим мы хотим получить список измерений, запускаем его и система нам формирует ответ на наш API. Соответственно разработанные приложения ClickSense по факту могут выступать источником не только объектов визуализации, но и непосредственно источником самих данных для отрисовки либо любыми другими сторонними системами визуализации, либо использованием любых других сторонних систем. Хотелось бы заметить, что разработанное нами приложение является тиражированным. Таким образом, если у вас есть несколько клиентов, будь то десятки, сотни, тысячи, при этом шаблон приложения для них всех по факту нужен будет только один, но данные для заполнения будут нужны разные. Для этих целей возможно использование соответствующей API, которая называется QRS, которая позволяет вам автоматически генерировать и заполнять файлы под каждого клиента в соответствии с настроенными правилами. Таким образом, единожды разработав некий шаблон, содержащий элементы визуализации, настроив интеграцию во внешние веб-ресурсы, разграничение прав доступа, инкрементальные загрузки и так далее, вы также настроите автоматическое заполнение этого файла под нужды каждого из существующих у вас заказчиков. На этом материал данного веб-каста подошел к концу. Мы с вами верхний уровень рассмотрели архитектуру приложения, рассмотрели возможности интеграции и встраивания, возможность использования различных API. В следующих видео мы рассмотрим более детально, как разрабатываются дополнительные элементы визуализации, какие принципы и основные подходы к встраиванию и прокидыванию интеграции по SSO, а также рассмотрим часть отдельных API. Если у вас вдруг возникнут вопросы, вы всегда можете зайти на наш корпоративный сайт, либо обратиться непосредственно к нашим менеджерам. Спасибо всем еще раз огромное за внимание и до новых встреч.